Фестиваль Александра Зацепина завершился в Новосибирске. 97-летний композитор провел на родине несколько дней. Маэстро встретился со школьниками, представил антологию фильмов со своей музыкой. Финалом фестиваля стал большой концерт в зале имени Катса. На нем побывал наш корреспондент Алексей Кудинов. Редкий случай. Зал встал не после, а в самом начале концерта. А как иначе встречать легендарного композитора? Мелодии, написанные Александром Зацепиным, знает вся страна. В его творческой биографии песни более чем для 120 фильмов и мультфильмов. Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках проекта, который поддержан губернатором области Андреем Александровичем Травниковым. Россия, музыка, Сибирь, который популяризует великих русских композиторов. И, конечно, Зацепин это в линейке таких композиторов Рахманинов, Глинка, Шостакович. И тоже это Зацепин, но живой Зацепин. В сравнении с великими композиторами Александр Сергеевич, кажется, считает слишком лестным. Хотя песни Зацепина давно уже стали классикой. Во многом благодаря кинематографу и Леониду Гайдаю. В середине 60-х режиссер по совету супруги Нины Гребешковой предложил написать музыку к операции и малоизвестному тогда композитору. Вскоре мелодии Зацепина напевала вся страна. Песни из «Кавказской пленницы», «Бриллиантовой руки», «Земли Санникова», «Золотой фонд отечественной эстрады». Сегодня, правда, композитор для фильмов уже не пишет, переквалифицировался. С этого века начал писать мюзиклы, потому что песни бессмысленные. У меня нет ни режиссеров, с которыми я работал, у меня же все песни из фильмов. Вот у меня одна, ну там одна-две песни какие-то были, а так практически все из фильмов. Потому что фильм раньше выходил обязательно и неделю шел во всей стране. И это было как реклама для песни. Если песня трогала сердца людей, она сварилась хитом. Если не, значит, она погибала. Сейчас Александр Зацепин работает над своим пятым мюзиклом. В основе фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Еще одно новое сочинение – песня про родной город Новосибирск. Александр Сергеевич прожил здесь более 20 лет. Начинал карьеру в армейском ансамбле песни и пляски, был концертмейстером филармонии и с удовольствием вспоминает это время. Песню представили на концерте, правда, пока без текста. Композитор ждет, кто напишет стихи. Не должен быть такой город, то есть сибирский, а какой-то, ну как, знаете, был фильм, песня «Рио-де-Жанейро», или там «Лучший город Москвы», ну какое-то радостное такое настроение должно быть. Алексей Кудинов, Андрей Дулепов. Новости ОТС. АПЛОДИСМЕНТЫ